Текущие проблемы глава города предлагает решать совместными усилиями. Но есть для предпринимателей и позитивные перемены, считает Анатолий Пахомов. У местных бизнесменов появилась возможность работать более эффективно. Теперь вместо трех прибыльных месяцев у них все 12. Мы делаем все для того, чтобы курорт работал круглый год. И даем возможность нашим предпринимателям всех направлений зарабатывать больше. Естественно, что когда работали три месяца, был один заработок, работаем круглый год, другой заработать. В самом же бюджете города, не скрывая от города начальник, денег не так много. А если быть точнее, собственных доходов в бюджете примерно на 1 миллиард меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, подчеркивает глава Сочи, все городские программы, как по поддержке предпринимательства, так и социальные, в Сочи выполнены. Поделились сочинские предприниматели с главой города и своими насущными проблемами. Больше всех на сегодняшний день озабочены арендаторы так называемых ларьков. Многие из них могут лишиться своего дела. По закону, земельные участки под такими объектами мелкой розницы участвуют в конкурсах и торгах. Соответственно, землю, на которой лет 15 стоит нестационарный магазин, может купить другой предприниматель и открыть на этом месте свой магазин. Закон подчеркивает мэр, муниципалитет отменить не в силах. Но вот искать компромисс просто необходимо. Я считаю, что, конечно, та земля, которая находится под объектом торговли, и объект торговли оттуда не сносится, он остается на месте, они, конечно, должны как-то пролонгироваться. Но это мое мнение. Закон трактует по-другому. Переделать эти законы? Ну, пожалуйста, делать. Но будем говорить, в том числе и депутатов нашего городского собрания. Нужно, наверное, выходить с инициативой ЗСК, и предприниматели могут. Я поддержу. Я пообещаю только одно. Несправедливости вот такой вот, даже используя несовершенство нашего закона, не будут. Многие вопросы отмечают сами бизнесмены, решаются. Практически исчерпаны конфликты с коммунальщиками. Общий язык найден с электросетями. В заключении же встречи мэр поблагодарил предпринимателей за то, что они откликнулись на призыв администрации и поучаствовали в конкурсе на новогоднее оформление. Глава города выразил надежду, что эти труды по достоинству оценят и тысячи туристов, приехавших в Сочи на каникулы.